Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я Александр Печуев и сегодня отвечаю на вопрос, такой наболевший в наше время, как говорится, почему горит в Сибири и почему вообще на Байкале горят леса. Ну, понятно, что это кому-то выгодно, но мы это узнаем у духов. Как говорится, простой метод есть, в принципе, можно на картах, можно еще как-то все по-разному работать. Мы сегодня посмотрим на картах, видно, не видно будет, но это уже, как говорится, дело каждого. Я сегодня посмотрю, почему происходит эта проблема именно в Сибири, понимаете? Посмотрите, самая наболевшая тема, потому что я все-таки в Иркутск, ездил и видел, что там творится. Это, конечно, дебилизм полный, беспредел, но, как считают духи, ситуация-то выправится, люди перестанут задыхаться там, как говорится, все-таки, или ситуация ухудшится. Посмотрим. Ну, проблем, конечно, много, и причем самое интересное, что люди уже не верят, понимаете, никому. Духи говорят, что люди не верят и не просто не верят. Такое впечатление, что им лгут отовсюду. Им просто обещают, что проблема будет решаться, но она не решится. Даже если видимость создадут решение проблемы, то постепенно людям уже плохо спать, они не могут находиться в помещениях уже, как говорится, их уже это все, устали люди от этого всего. Но мы тут видим, что больше всего люди уходят в иллюзии, то есть перестают говорить, видать, об этом, как проблема какая происходит и так далее. Но также, что у людей закончилось терпение. В принципе, это правильно. Но такое впечатление, что до этого люди терпели. Терпели, терпели, вот кто-то, кто-то из женщин, такое впечатление, поднял эту толпу. Поднял толпу и заставил всей толпе шевелиться, так сказать, все действовать. И причем появилась даже финансовая поддержка какая-то, чтобы это все исправлять. Плюс тут задели какую-то кампанию, связанную с тушением пожаров. Это очень интересно. Причем бизнесмен, который заинтересован в вывозе леса, он пока не отступает. Он даже будет помогать митингам и всему остальному. Но люди добьются своего. Понятно, они видимость получат, но все равно, с другой стороны леса, видать, где-то глубже начнут то же самое действие. То же самое вырубать, самовырубка, то есть без налогов, без подсчета продолжится. Даже сейчас это продолжается под шумок. Такое впечатление, что никто это не контролирует. И наоборот, людей туда не пускают, чтобы они не знали, что происходит. Причем там замешана не одна организация, больше связана не только Китай и так далее. К сожалению, само государство заинтересовано в этом всем. Какая-то выгода идет государству. Деньги огромные идут. Но причем странно. Деньги тут огромные и люди тоже там диковатые. Они считают, что они правы и что общественность, которая встала против этого всего, им вообще пофигу. Потому что у них договор с государством был. Вот как они думают. Где-то внутренние чиновники, которые стоят, кроются черные кардиналы. Вот из-за них это все началось. Причем нужно опасаться некоторым людям, которые будут защищать, так сказать, это. Потому что многие могут умереть из-за этого. Их просто убьют многих из-за того, что говорят правду. Чем глубже люди будут копаться, многие те пострадают. Некоторые, понятно, сядут. Но для видимости козла отпущения все-таки государство найдет, чтобы скрыть свои личные дела. То есть, чтобы чиновники, которые этим занимаются, из Иркутска и, как говорится, Сибири, то это все прикроется. Но лавочка сама не закроется, понимаете? Общественности еще больше интерес проявится к лесу. Больше проявится что-то делать с ним. Понимаете? То есть, ладно бы тут лес, но тут мы видим убийство животных, много чего, сбор незаконный. Государство хотело налог на грибы и так далее сделать, но тут вообще бизнес идет. Тут в Китай, получается, из Сибири вывозят не только это. Тут масштабно все делается. Причем такое впечатление, что все, кто говорят на телевидении, вам будут говорить, да, что нужно эти слова 50 раз переворачивать. Потому что больше всего сочиняют сказки, больше врут, чем ситуация по-настоящему происходит. Понимаете? Такое впечатление, что человек, который имеет большие деньги, еще воспользовался этой ситуацией, чтобы использовать это против государства Москвы. Ой, ну, против России. Поэтому финансируются эти митинги. Они будут финансироваться не только, и будут привлекаться люди туда еще больше. С одной стороны, это помощь народу, но с другой стороны, многие люди заинтересованы, чтобы с помощью этого пропиариться и себе какую-то выгоду сделать. Как работа велась там по вырубке, так она и будет. Причем она это будет скрытно. Многие пострадают из-за этого. Некоторые умрут, женщина умрет цветоволосая. И еще умрут несколько-три женщин. Одна уже, кстати, уже умерла. Такое впечатление. Один человек закрыт в тюрьму. Но я и говорю, как мухлевались документы, так мухлюются. Причем к зиме это увеличится. Процесс весь вырубки. Потому что, видать, будет труднодоступность. Но деньги потекут огромные. Очень огромные. Это очень кошмарно, конечно, с одной стороны. Когда достояние России вырубается и увозится за копейки. Рубль каждое дерево. Да, ведь вроде стоит у нас там. Это же ужас. Ужас. А попробуй выруби русскому человеку, сколько не оберешься потом проблем. Так. Посмотрим ситуацию с другой стороны. Сейчас у меня время сейчас хватит. Ответь на вопрос человека. Вот когда же. Сейчас данный момент. Ус, как его зовут, видать, раз мы тут с его стороны смотрим. Он, как говорится, будет платить. Он очень сильно сейчас платит всем. Судьям и всем, чтобы не попасть и не быть крайним. Он хочет выдать других людей. За место себя. Причем за место себя он выдаст. Но сзади него, которые влиятельные люди стоят. Которые не только в Москве, но и за границей. С ним в друзьях. Он их не выдаст вообще. Понимаете? Он будет молчать. Молчать, продолжать. Причем такое ощущение, что он с детства завистливый в деньгах был. Ему недостача денег была. Не хватало. Понятно. Браки у него фиктивные все были. То есть все, что происходит. У него, кстати, у УСА большой долг. Огромный долг еще перед кем-то. И такое ощущение, что кто-то пользуется этим. Но как объяснить? Как воровство было, так оно продолжится. Никуда не делось. Люди. То, что у него не хватало опыта, из-за этого начали паниковать. Потому что кому-то не заплатили. Из-за этого митинги, из-за этого общественность поднялась. Потому что кому-то не заплатили. Кому надо было заплатить. О, ты смотри, у него незаконные дети даже есть. Незапланированные. Надо же. Веселуха какая. Но человек, я говорю, хочет срочно заплатить. Он прям аж кидает деньги всем направо, налево. Но у самого долги. То ли он через кредиты это все делает, промывает. То ли у него огромный долг перед каким-то чиновником влиятельным. Что сейчас ситуация так, что это используется против него, чтобы он деньги выжимал. Наоборот, еще больше. Но в данный момент у него полная поддержка. Он ничего не боится. Поэтому как бы митинги не создавали, он как бы ничего не боится сейчас. Причем он собирается смотаться. Убежать. Сбежать от ситуации куда-нибудь. Подальше от всех. Хотя так странно. Человек показывает, что он богатый, чуть не миллиардер. А сзади него бомжавство полное. То есть человек вообще пустой внутри. Ни талантов, ничего такого вообще нет. У кого-то все, что настроено против него. Он всего лишь использует связь. У него связь есть. На этом все держится. Ну, понятно, что он раньше работал не один. Целая компания. Сейчас как бы что-то компания отходит от него постепенно. Ввиду массовая шизофрения, которая сейчас началась. Она его спугнула, запугала. Но причем человек настырно будет все свое делать. Поэтому люди митинг, то что создали, они только получат временный эффект. Понимаете, временно государство для отмазки что-то сделает. А как шло, так и будет все продолжаться. Вырубка вот эта вся дела. Причем еще усилится. Потому что сейчас проявился интерес. И раз это никому нафиг не надо, вся вот эта охрана выполняет государственные только приказы, как говорится, и чинушек. Поэтому тут у нас ничего не будет. Понимаете, связи сыграют свое. Сделают свое. Арестуют кучу людей, как всегда. И, как всегда, приберут все как надо. Причем это все сделают те лжецы, которые с ним в связи, в сговоре. Частично тут не русские люди у нас. Очень много замешаны. Причем меня китайский бизнесмен интересует, который приедет лично с ним поговорить по какому-то делу. Но это, видать, незаметно будет встреча. Ситуация, ягу, решится с вырубкой леса. Но это будет видимость, показуха на публику. На публику будет цирк. Все будут лкать. Но ситуация, людям же что нужно? Видимость, решение, да? Что временное решение. Ну, сегодня мы не задыхаемся, ну, все прекрасно. А то, что будут с другой стороны потом это усиленно работать, никто не заметит. Потом заметят, уже будет поздно, как говорится. Уже пусто и чистенько, ничего не о том. Так что, люди, думайте, копайтесь глубже в этом всем. Потому что у всех задница в дерьме, и это видно. Это кошмар. Просто коррупционная схема очень большая, очень громадная. Не только с Китаем замешана и Америкой. Но еще самые вершины государства нашего. Причем те, кто поют наоборот против него, сами же частично и с ним. Что случись, а не тут как тут. Ну что ж, всем удачи. Успех с вами был Александр Печев. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.